Путин, он фактически разыгрывает свою игру, если можно так назвать, по нотам Гитлера, это гитлерионыш. Это не случайно, потому что когда он учился в Краснознавянном институте, заведение, которое сейчас называется Академия внешней разведки, специализировался на Германии, а там в зависимости от специализации по стране давали углубленные знания, истории этой страны и так далее. То есть то, что он делал, начал делать в отношении Украины, начиная с 2014 года, это то же самое, что делал Гитлер накануне начала Первой мировой войны. Сначала Судеты, потом вся Чехословакия, потом отдайте нам проход к нашим исходным территориям, наших убивают, наших притесняют в других странах, немецкий мир, ну полностью, абсолютно все. Он даже в четыре часа напал практически столько, в такое же время, когда Германия напала на Советский Союз. Вот. Сейчас он добавил, несколько дней назад, вы, наверное, знаете, Путлер, хотел сказать уже Путлер, сказал, да, подписал указ о создании 27, 27, они их назвали исправительными учреждениями, да, и двух исправительно-трудовых центров для принудительной работы. Ну вот как-то незаслуженно вот этот указ, он прошел мимо широкого общественного внимания, но на самом деле это сделан последний шаг на пути превращения путинизма в гитлеризм, потому что он создает это концентрационные лагеря, понимаете, в полном смысле слова. Это он создает Дахау, он создает Освенцим, Беркинау там и так далее. Это не, ну смотрите, на территории восточной, северо-восточной Украины, Донбасс, да, до войны там проживало 6,3 миллиона человек, это по подсчетам американцев. Сейчас, с учетом оттока населения, около трех. Три миллиона – это Донбасс, плюс Херсонская область, Запорожская, где это все будет создаваться. Но в основном большая часть их будет создаваться, по-моему, где-то около 24 из этих заведений будут там на Донбассе. На три миллиона – это слишком, это перебор. То есть это создаются концентрационные лагеря для решения окончательного, вот как Гитлер решал еврейский вопрос, это для решения украинского вопроса раз и навсегда. Это создается для геноцида украинского народа. И вот так это надо понимать, так это нужно объяснять нашим западным союзникам и, в частности, Израилю, когда речь идет о том, что, господа, израильтяне, не пора ли примкнуть к этому антипутлеровскому фронту. Вот, поэтому, ну, какой может быть переговоры? Какие могут быть переговоры, когда вот Путлер создает то, что создал в свое время Гитлер? То есть это исключено. Правильно дело Зеленский. Наверное, все вокруг Путина поняли, что он лично ведет страну к катастрофе. И как-то надо этот вопрос решать. Но я лично и, наконец-то, в Вашингтоне пришли к твердому убеждению, что с Путиным вот так вот просто за столом переговоров этот вопрос, ну, это вот просто нерешаем. Вот тот факт, сама поставка решения вот этого Рамштайна и вот этот пакет помощи, который предоставляется сейчас Украине, это однозначное свидетельство тому, что в Вашингтоне и в других странах НАТО твердо убеждены, что его можно привести в чувство только путем сильного, очень сильного, решительного поражения на поле боя. Этот крот сетит сейчас глубоко, где-то там в бункере, и не там, не там наверняка, где были развернуты эти системы. И он надеется, что на Западе не знает, где он на самом деле. Но это прометчивая надежда, и я не думаю, что на основании этой надежды он будет принимать совершенно безумное решение. Типа, вот я настолько хорошо спрятался, что можно теперь нажать на красную кнопку. Я думаю, это исключено. Только награбить, жизнь превратить в настоящий рай на земле. И вдруг из-за этого, из-за этого сморчка все летит в тарары. Даже ближайшие люди, Абрамович, накануне войны, состояние около, там, за 12 миллиардов, теперь там 4 миллиарда, Дерипаска, у всех упало в два раза минимум, а то и больше. Катастрофа, с их точки зрения. Яхты все позабирали, самолеты тоже. Ну, как жить дальше, понимаете? И все из-за него. Они ненавидят. Они, естественно, его ненавидят. То есть саботаж тихой, сапой, как говорится, он идет, он обязан идти. Поэтому это вселяет надежду, что самое, опять, самое, самое безумное его указание исполняться не будут. Но чтобы принять вот такое решение радикальное, надо его кончать, да, скажем, такое решение. Но я думаю, вряд ли это потянет кто-нибудь из них, потому что они просто боятся. Он же собрал, подобрал кадры по своему образу и подобию. В массе своей это никчемные, посредственные люди, к тому же трусливые.